В России имперское мышление стали использовать сейчас именно как часть мощного пропагандистского аппарата. Это такой, знаете, комплекс неполноценностей, но я ничего другого предложить вам не могу, кроме великих страниц прошлого, понимаете? И мы сейчас будем опять же формировать наше настоящее будущее, опираясь только на то, что когда-то было, и мы это должны восстановить. Я называю это ретроспективный патриотизм. Ретроспективный. То есть что-то взять из Сарской империи, православие, народность, самодержавие, что-то взять из Советской империи и что-то внести своё. Получился некий Франкенштейн. Ну вот я думаю, что как раз это является самое страшное, что этот Франкенштейн, он базируется на неком комплексе неполноценности. То есть все вокруг нас враги, мы должны мобилизоваться, но при этом опять же это задался вопрос. То есть внутри-то полный развал, внутри нет никакого развития и так далее, но люди цепляются за то, что это всё мы сможем преодолеть и реализовать, только если реализуем вот эту мысль о том, что нам нужно встать с колен и стать новой империей. Под разными ложами, понимаешь? То есть я думаю, что именно часть пропагандистского аппарата, вот этот момент, связанный с возрождением имперского мышления, он в Российской Федерации, по сути, заложил вот эту новую основу для империализма. Потому что сам термин империализм предполагает, что ты используешь военную силу как часть своей внешней политики для некого восстановления какого-то определенного эрзации империи, пускай не в полном размере, но хотя бы в её части.